Я пробовал из клетки, то есть, ну, да, клетку привезли специально, пользуясь опытом Сергея Горшкова, но из клетки под водой было очень сложно снять, ну, то есть, потому что медведь, он подходил достаточно близко, но не прям вплотную, дистанцию держал, и из клетки ничего не получилось, но зато получилось по-другому. Ну, в клетке было просто прикольно сидеть на берегу, когда мы оставили, не оттуда заниматься, так что клетка пригодилась. Медведь в клетке все же. Нет, в клетке с ворота просто. А ты не пробовал нырнуть и сидеть под водой, чтобы он тебя не видел так. Нырнуть? Ну да. Не, я один раз пробовал, там, турист айфон уродил, вот, и я там пробовал нырять, в принципе. Не, ну, хотя бы с трубкой сидеть, чтобы он тебя не видел, что ты... А, нырять в клетке, в смысле? Да, да, да. Да дело не в том, что он видел, не видел, он просто, ну... Он... Да, ну, очень сложно. Может, если бы я там сидел две недели, может, он в какой-то момент бы и рядом с клеткой начал это делать. Но, все-таки, с палкой по мосту я мобилен, и я все время могу близко подойти, а тут ты сидишь без клетки. Ну, вот так это происходило. Ну, то есть потом уже, то есть в начале так... Сейчас. Вот так. А тебя не привязывали? А? Не, меня не привязывали. То есть сначала так, потом уже... Потом уже и ножки смесив, в общем, по-разному там было. Вот. А это уже, ну, видео я не буду показывать, уже показывал утром. Это когда медвежата... Это через два года уже другая была немножко техника съемки. У меня камера стала оборудована таким десяти метровым кабелем с удаленным спуском. Можно было удаленно нажимать кнопочку. Я подбрасывал в воду эту камеру, там, тут медведей, перед тем, как они там пройдут. И вот медвежата нашли камеру и начали с ней играть. Вот поэтому часть кадров... Часть кадров подводные, пока еще камера под водой лежала. Вот они ее пытаются как бы там съесть, но зубы проскальзывают по линзе, у них ничего не получается. Вот. Потом они ее достали. Вот. Вот этот кадр где-то там какое-то место занимал в каком-то конкурсе. Да, или так, как Сергей там. Ну, где, по-моему, Underwater-фотографиров на Е, там, в семнадцатый год, наверное. Вот. В подводной номинации. Вот. И ответ... Комментарий, комментарий жюри был такой, что... Ну, вот если бы воды было чуть побольше, там, хотя бы на треть, вот. Ну, тогда бы он точно выиграл. А так все-таки... А, точнее, там всем, всем, наверное, в подводной. Это Underwater-фотографиров на конкурсах. Подводные фотографии. Вот. Ну, в общем, сказали чуть-чуть воды бы побольше, тогда бы точно поблизил. А тут только носик. Вот. Это вот еще подводный кадр пока все-таки. Это вот чуть... почти уже достали. Там уже достали. А... Ну, вот еще один кадр. Тоже нужно было очень много времени. Тоже уже сегодня рассказывал. Вот у кошелотов. Они... Человека не очень к себе подпускают обычно. Ну, так... Увидев, так вяло, медленно начинают уходить. Вот. А тут... Ну, иногда у них случается социализация, у них что-то щелкает. И вот они весь день обнимаются, трутся друг от друга, занимаются своими делами. И человека вообще никак не воспринимают. Смотрят на него и решают находиться рядом. Вот. Это кадр с этой выставки. Тут... Снято на подводный дрон в Южной Африке. Целая серия получилась кадров. То есть я там еще какие-то даже придержал. Для других конкурсов. Но вот даже вот этот выборный... Вот. Ему удалось вот выиграть номинацию в категорию «Золотые черепаки» сейчас. Кстати, из того набора, что ты показывал, это явно главный претендент был для конкурса. Да? А я вот... Вот опять же... Это есть еще один, но проще я уже стал немножко смотреть дальше. Вот вопрос взгляда, да. Я его выбирал, ну, такой, ну, третий-четвертый, не знаю, мне кажется. Вот мне интересно. Прости, я сейчас... Я сейчас Надиме и Кохе поставлю эксперимент. У него есть серия вот сейчас «Белых медведей», да? На «Начном сезоне», да? Я вам точно ставлю, какая из них лучшая. Хотя, которая формальна. Ему меньше нравится. Мне нравится там, где на заднем плане у него вот «Зак за кошкой» подлежат его гляд. Вот. Этот кадр, который из недооцененных. Наверное, он тоже сложно попадает в какую-то категорию, мне кажется. Именно поэтому. Потому что это и не пейзаж вроде как особо, и не подводный. Вот. Ну, и... А в категории там всякие звери или животные тоже слабо попадает, потому что целиком животного никакого нет, только половнички торчат. Придент, мы с вами живем в разных мирах. Когда я говорил про недооцененные, я-то имел те, которые вообще никто не знает. Эту картинку, я помню, я за нее раз и два где-то голосовал, где она проходила, понимаешь? То, что... Ну, когда на золотой, на золотой черепахи не наценена. Ну да, не наценена, иногда. Не золотую медаль получила, да. Нет, я говорил не то другое. Вот. Такое, что ты сам видишь, что она вообще никуда там шага не делает. Ну, я же что делал. Вот, если я обычно вижу фотографии хорошие, она обычно не выигрывает. Поэтому... Рано и не поздно. Да, или поздно. Поэтому... Неудача или хотя бы просто прошла в финал, это неудача. Нет, ну, понимаешь, она в финале, если ей повезет, она вынуждена... Ну, опять-таки, по жюри видишь, лежат отличные картинки. Ну как, первой должна быть одна. Ну как? Это уже вообще никак не предугадаешь. Хорошо, финал ВПА – это неудача. Ну, опять-таки, удача, финал, допустим, «Золотой черепахи», это, ну, в принципе, можно было бы и получше значить. Что-то с фотографией было, да. Ну, Книша, в принципе, так делал сейчас. Он показывал фотографию так. И она была на первозданной России. Да, фотография хорошая, но она не победитель. Соответственно, ну, родилюборочная. Ну, она, кстати, на победитель, да, пардон. На победитель. Это как раз та картинка, которую, конечно, можно было посылать, но она не ориентировалась. Все-таки есть картинки, которые могут быть первыми, а есть, которые будут очень достойны в экспозиции «Зенала». Поэтому эта картинка – она правильное место занимает. Нет, потому что, если ты тогда оцениваешь фотографию, что она должна быть удивительной, да, то, в принципе, у нее высокие шансы занять какое-то место. У меня хорошее попадание, кстати. Вот это? Она хорошая в экспозиции, но очень трудно себе представить. Это не гениально. Фотография? Кстати, знаешь… Нет, я тебе скажу как. Понимаешь, вот, кстати, точно… И очень разные отношения для людей. Мне кому-то приходилось… Кстати, я тебе скажу, лично мне, да, я понимаю, что по всем формальным признакам она гениальна, но она очень хорошо сделана. А вот лично мне она мне очень нравится. Я не думаю, почему. Я вот ее специально, не готовясь к событию, я смотрю, я сказал, что не плавал. Вот я могу. Я другим рассказываю, чем она хороша. А чем она мне вот не доходит до меня, ну, запахом, что ли, не знаю. Хотя я все не умею. Ну, вот это тоже мне. Ну, это старая тоже фотография, мне она очень нравилась, но она тоже вот нигде особо не успеет. А скажи мне, а почему ты думаешь, что вот она должна… Вот эти сейчас… Интересно, почему ты думаешь, что она хороша? Потому что мне нравится. А, нет, нет, нет. А еще все-таки… А то ты же знаешь, что этот сюжет, он очень частый. Не частый, прям не частый. Ну, как? Ну, хорошо. Я очень мало вас смотрю. На тот момент он еще был совсем не частый. Я вам скажу, чем. Вот, смотрите, господа. У нас есть такой… Когда вы занимаетесь каким-то делом, вы знаете, много деталей. Он может быть вообще уникальный, когда вот эта рыбка такого кидает, а эта касатка, да? А когда там какая-то здоровая там, типа, какая-то хрень, не знаю, которая, может быть, тысячекратно используется всеми фотографами, рядом с ней вот нарисована эта… Примерно такая же вещь с косяком. Ну, я видел… Лично я просто видел. А уж я не особенно этим интересуюсь сказать. Ну, мало у кого есть аналоги этой фотографии. Это у всех лучших подводников России очень мало. То есть, ну… То есть, ну… Только у меня… Ладно. Совершенно понятно. Глаза и специально пока… Я, конечно, не говорю, что обязательно по-российски, а просто потому что… Я тут больше даже не про фотографии, а про сюжет. Ну, здесь и по композиции, и про, вот, противостояние, все хорошо. А там чуть-чуть по качеству было, да? Наверное. Ну… Очень хороший кадр, да. Нет аналогов. Ну, вот это относительно свежая работа. Ну, вот у нее проблема именно в категории, опять же, это то, что я говорил. Тоже… Ну, вот только вот в какой-нибудь искусство природы ее можно… А почему не пейзаж? Пейзажем… Вот я выяснял специально. Пейзажем все. Посмотри, какие здесь пейзажи номер 2 и 3. Я ее отправляю во все категории. Ну, в разных вариантах. Вот. Но нигде она не проходит пока. У тебя сейчас еще большая проблема. Уже очень куча людей снимает. Это же самое. Сейчас, сейчас, да. А там уже здесь не будет. Кто там был первый. Мне наплевать. Ну, вот тоже кадр, который мне тоже нравится. Который вот, кстати, нигде, никуда не проходит. И не пройдет, хотя очень хорошая картинка. Это, знаешь, нужно… Это нужно… Эта картинка… Хочешь совет дам? Эту картинку не на картинку фотографии Дегентароды. Просто в общей… В общей номинации фотографии такого хорошего конкурса. Потому что она построена как шикарный… Как и так, что говорится, стрит-фотограф. И как-то так. И даже фото идеально. Вот здесь вот написать название. Обложка книжки. Это точно совершенно. То есть под название, обложка книжки – это идеально. На стоке, короче. На стоке. На стоке сам назвать будет. Ну, вот этот кадр мне нравится еще мой. Тоже вот он нигде пока не стрелял. Ну, мне нравится просто композиция. Что вот хвост… Кит как бы по диагонали как-то стоял немножко. И хвост получился очень большой, потому что он близко. И такой вот визуальная штука. Ну, слушай, ну это же оцененная картинка. Тоже недооцененная? Нет, нет, нет. Ну, это просто. Оцененная. А здесь на золотой черебахе недооцененная. Ну, может, потому что она уже выиграла. Не знаю. Нет, во-первых, она уже известна. Ты учти, что всякие люди, всякой жюри, я не знаю, как обычно, фактор новизны очень важный. Она уже известна. Все? Спасибо, господин. О, спасибо. О, спасибо. Нарчуга забыли. Все, больше нету слайда. Нету. Резентация, если вы не будете, да. А, сейчас она там покажет. Сейчас, дай, лучше подождем. А сейчас, скажите мне, а ты пока читаешься, ты же про цели, да? А вот, что-таки, все, сравнивать же нужно. А что лучше, картинка, которая получает, ну, там, какое-то место на большом конкурсе, или картинка, которая тебе лично нравится очень сильно? Единственная самооценка. Вот что? Что, что? Ну, а фильмы, которые мне нравятся, они, как бы, недостаточные, то есть, и обычно они все равно связаны с чем-то, что я хотел бы показать или рассказать. А все-таки оцененность, она позволяет более широко показать и рассказать. То есть, здесь происходит момент, что, ну, я бы хотел что-то рассказать, а мне непонятно. А теперь не дают. Ну, да. То есть, есть когда-то недопонимание. Я, как человек, как бы, самоуверенный не могу, но в таких случаях, я считаю, что… Что все шагают немного от другого. Правильно. Да. Чтобы не до конца понимают, что вы готовы. Понятно. Понятно. Поэтому… Сейчас, чтоб не забыть о том, знаешь, что у меня есть «I have a dream», как говорил Мартин Бютеркин, да? Я хочу вот… Мне, знаете, не надо обидно. Какой-нибудь, значит, начинает субить, хорошая моя картинка или нет. Особенно, когда ваша, да? Знаешь, хочется какой-то сделать формат даже не конкурса, а эксклюзивной выставки такой, эксклюзивной. Тогда не очень… Что вот дать право таким людям, как вы, да, на этом уровне, ну, отобрать, то, конечно… Ну, не только вам, еще человек 20 взять, да? Чтобы они сами, без всякого жюри, выбрали ту картинку, которую они считают лучшей. Ну, в принципе… И вот эту картинку со всеми, значит, в хорошем размере с историей и это именно показать, понимаешь? Хороший вариант, да. Более того, вообще в варианте даже золотой черепахи, например, вести, дать, грубо говоря, пропускной белье, сразу забронировать 25 мест финалистов. Уж будут они или нет, не важно, но чтобы они были показаны публике. Best of the best, вот будет назначено, что вот сейчас высшие линии, пусть это будет немножко ротации, там, стону, будут плавать туда-сюда. входит, там, к растемер, шанин, морчук и военник. Вот им дается место заранее. И что они исключительно из своих соображений, чтобы это было бы супер. Я был спокойный, я бы не думал о том, какой плохой жюри. Я в свое время предлагал, на самом деле, на самом деле, сон-то черепахи эту штуку. Когда выигрываешь итогов угода, на следующий год ты участвуй в жюри. Идея была какая? Знаешь, если ты и фатура была, ну, хочется все-таки не только жюри, но еще и картинку свою на фотографии на выстике разместить. Ну, что это размещало? Ну, то есть идея, в принципе, да. Интересно, что человек, у него, возможно, разместить фотографию свою, да? То есть это какой-то, ну, для победителя иметь такую, на следующий год, допустим, возможность, да, выставить одну фотографию. И это уже по собственному выбору. Отлично. А что не отказывается? Знаешь, такая практика, вот, Вендермеер, да, по-моему, когда выигрывал, у него была на следующий год своя экспозиция целая? Нет. Но у него персонала, это… Вот когда был член Андрея, а до этого выучил член Робот в семнадцатом году. А вот, кстати, эти выставки, они же были как сопутствующие, да, на «Черепахе», они не участвовали. Да, просто отдельный зал. Отдельный зал, вот, а очень хорошая идея была. А сейчас у нас денег не хватило, юзной, у вас денег мало. Не видит, Андрей не слышит, а то он расстроится еще лишь для вас. Ну, давайте быстро побежимся по фотографиям. Сначала будут фотографии, которые побеждали. Это фотография с поездки на Камчатку Командоры. С Сергеевым мы ездили тогда. Эта фотография выиграла первую эмоциональную премию Sony API. Собственно, благодаря частичной линии я перешел на Sony, потому что мне дали Sony за нее. Она эмоциональная, близкий контакт с этими существами на самом деле до сих пор являются одним из самых эмоционально сильных моментов в съемке природы. Вообще, подобная фотография отличается тем, что ты снимаешь минимальное расстояние. И когда я перешел, когда попал в небольшую мухту, где плавал фиги северно-маштого котика, когда животные тебя окружают, они тебя завязают, ползают по тебе, щекочут, вибрятся и, конечно, на мокрушниках тоже эмоционально. Я тоже хотел, что не в хруще расстояние. Когда на тебя заползает тарамбул, это, наверное, тоже эмоционально. Он не теплокровный. А как мне сейчас меня завязало. Это из той же, собственно, подвески. Это как на Камчатке сделано. Сейчас мы достаточно часто увозим туристов. Тогда как бы это было менее распространено. Но мы несколько раз на реагировали с сливочами. И вода была очень мутная. И фактически я использовал эту медузу как средство для фокусировки. Эта фотография выиграла в Испании. Она, ну, не черепахи была, еще где-то. Слушай, а это самая твоя известная фотография? Ты никогда не сравнивал там гугл поиски? Например, найти и сколько-то раз она где-то. Ну, они все много. Нет, да, самое-самое интересное. Там можно мерить по 20-30 листов. Не, а там число сразу не напишется, сколько найдено. Мне кажется, предыдущие это после Диакофирования Звана. Эта фотография, которая удовлетворила мои внутренние комплексы в некотором роде, да? Она была обращена на успех. Вот этот и вот этот они, по-моему, были... даже не финал, а, как бы, в группе, я здесь, ну, на полностью влияние положительное оказал, а то, что эта фотография также была включена в альбом 50 лучших подводных фотографий, по мнению Британского музея за 50 лет. И это единственная фотография, сделанная в России. То есть, в принципе, единственная подводная фотография, сделанная в России, в этом году 50 лет, это одна единственная фотография. Ну, собственно, было принято, что фотография из России... Спасибо тебе от общества России, как гражданина России. Просто... Нет, а вы будете сказать, что действительно играет вот так называемый патриотизм там в Лондоне, жуть как? Огромная береговая линия в России, много морей, рек, и наши подводные фотографии никто никогда не видит, никто никак, ничего. Вот. Эта фотография, ну, она мне дорога, в принципе, и она была идти. А на самом деле, просто этот сюжет я снимал очень долго. То есть, там, не один год. До этого были фотографии, которые... Ну, вот, я снимал и на движении стаи, и на крене-выдержке, и в черепаху не попадали. То есть, это как бы вот... Ну, такое совмещение, что сюжет, который ты долго-долго снимаешь, то у тебя получается то, что ты хочешь, попадает на выставку, получать какое-то признание. То есть, вот эту фотографию я специально брал в поездку отдельный объектив. То есть, в подводниках в штангах. Под водой объектив поменять нельзя, поэтому ты фактически меняешь специально под какой-то сюжет. Это вот, ну, не фиша, я обычно использую фиша. Это ширик, 28 мм фикс, специальный попал под сюжет. Это тоже достаточно известная фотография. Она, в принципе, это первая вообще моя победа на фото-коркурсах, которая у меня дальнего была. Это еще фотография была сделана в 2008 году. В 2009 году я увидел с книга «Золотой Детфини» в макро-номинацию. Вот. И на самом деле самое интересное, что она потом еще попадала в призы лет через 10-12. На гонослифтере она попадала. То есть, вот очень интересивый нагашков сказал. Очень долго. Ребята, Витя, Суэс, дайте другие. А ее больше и нигде не было. То есть, я снимал другие фотографии на самом деле. Похоже, я люблю эту тему, но она почему-то нравится судьям больше. А теперь мы перейдем к не очень удачным фотографиям, которые на самом деле мне нравятся. Здесь уже личные приквачкирини мои сказываются в том плане, что я знаю эти фотографии больше, чем те, кто на них смотрит. Соответственно, поэтому они не побеждают, скорее всего. Но это вот одна из лучших фотографий поездки в ЮАР. То есть, само впечатление просто было потрясающим. Я рекомендую всем, у кого есть возможность поехать на Фонсарлин и именно попробовать, потому что… Это Фонсарлин. Да, это Фонсарлин. Да, это само воспринятие происходящего, оно прикрывает все фотографические нюансы с головой. То есть, вот так просто. У вас с хитами, на самом деле, происходит это несколько секунд, максимум минут, когда вот это вот все происходит. Но их хватает эмоционально, там, на очень долго. Видео я снимал, Анатолий когда-то? Видео с этим не снимал? Ну, я снимал кусочек видео, в принципе, там тоже одновременно. Очень тяжело снимать фото и видео. Дело в том, что там… Ну, представь, кисть упала в воду одновременно. Ты расскажи, что это такое. Ты оказываешься просто в шампансе. То есть, это, ну, сплошные пузыри. Ты вообще ничего не видишь. Камера, в принципе, не фокусируется. Видео в таких случаях вообще не снимать, потому что они понимают, что это просто сплошная пена из пузырей. И вот ты ищешь моменты, где из этой пены вдруг появляется кусок воды, тут проносится какая-то толпа рыб, потом за ними дельфин, тут вот уплывает кин, снизу еще что-то. Видео очень нерованное. Я не знаю, как в таких условиях снимать нерованные виды. Надо быть таким супер профессионалом и очень долго это делать. Это одна из моих любимых фотографий с большой историей. Она была сделана в Египте, когда там произошла революция, и всех оттуда депортировали. Я туда приехал и остался практически один. Ну, то есть, вы прилетаете в страну, страну закрывают, самолеты не летают, никого нету. У нас было, по-моему, один или два человека, ныряющих на все попережье Дахаба. То есть, там два десятка дайв-центров, сто инструкторов и один дайвер. Вот. Да. Сколько тебе там плачет? На самом деле, да. Я ходил, просто пойдем со спадами подновериться. Да. 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 Спасибо. 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 Спасибо.